В Березовском сегодня судят педиатра, лечившего детей с помощью магии. Сколько пациентов испытали на себе потустороннее воздействие, точно неизвестно. А в суд, напомню, обратились родители трехлетнего малыша. Врач увидел в горле мальчика нечистую силу. Но Лина Бескровная была на судебном процессе. Иван Борисович, вы сожалеете о том, что произошло? Ответ? Ответ, да. О чем конкретно сожалеет Иван Еремин, непонятно. То ли о том, что напугал ребенка, изгоняя из него бесов, то ли о нескольких месяцах, проведенных в психиатрической больнице. Там педиатр детской поликлиники проходил обследование после вопиющего случая на работе. Во время приема он едва не задушил своего трехлетнего пациента. Он был со странностями личности. Из-за странности врача ее сын, жалуется Юлия, до сих пор не отошел от шока. Рассказывает, педиатр залез руками ребенку в горло. Он якобы пытался вытащить оттуда какую-то нечисть. Малыша отбил папа. Он в тот момент находился рядом. Сразу после такого лечения мальчик потерял сознание. Из-за травмы глотки долго не мог правильно питаться. В течение двух месяцев мы практически не посещали дошкольное учреждение. Что у него? У него простудные заболевания. Ветрянку мы тут подхватили на фоне сниженного иммунитета. То есть всеразличные ротовирусные. Родственники и коллеги его не оправдывают, но говорят, медика можно понять. От такой работы любой бы умом тронулся. А у Ивана всего лишь нервный срыв. Он по трое с половиной суток работал. Что теперь делать? Врачей-то нету. Ни в них у него в принципе все было. Спокойный характер. Впрочем, родители пострадавшего малыша войти в положение доктора не хотят. Он ведь с детьми работает. Претензии у взрослых накопились и к руководству больницы. Они говорят, мама и папа, мало того, что не доглядели за своим сотрудником, но даже не извинились. Медики пожимают плечами. За что? Они не считают нужным извиняться. Подсудимый по-прежнему числится сотрудником больницы. Он в отпуске. Сегодня по его делу состоялось лишь первое судебное заседание. Через пару дней суд вынесет решение. Если педиатра признают невменяемым, ему предстоит лечение. В противном случае его ждет арест до трех месяцев. Галина Бескровная, Геннадий Бахрев. Новости 41-го канала.